МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ознакомились с материалами. Более того, попросили дать еще несколько месяцев на изучение собранных следствием более чем 1200 томов дела. Суд дополнительно выделил лишь 20 дней. Следующее слушание назначено на 28 октября. Но люди не верят, что дело сдвинется с мертвой точки. Единственная их цель – не допустить процесса. Два года надо протянуть. Они уже откровенно над нами куражатся, глумятся. Вот стоят мы профессионалы, мы такие, мы вот такие умные все. Вот наглые, абсолютно саботаж. Это юристы профессиональные, представитель наша Романовская. И прокуроры говорят, они ничего, какая у них крыша. Они вообще ничего не боятся. Люди вынуждены защищать себя сами и готовятся к митингу, чтобы привлечь внимание общественности и СМИ к беззаконным действиям адвокатов. У жителей двух бараков номер 49 и 51 по улице Ленина в Абакане появился, наконец, реальный шанс переехать. О необходимости сноса ветхих домов говорили очень давно, почти полвека. За эти годы люди столько раз готовились к переезду, что сегодня многие не могут поверить в реальность происходящего. Тем не менее, дата уже названа и подтверждена документально. Все подробности в материале Анны Ахпашевой. Похоже, что время в этом дворе, в самом центре Абакана, остановилась где-то полвека назад. Все та же вода из колонки, все те же деревянные туалеты. И лишь здание Национального банка по соседству с яркой бегущей рекламой возвращает в реальность и сообщает, что на дворе 2013 год. Временной провал ощущается во всем. Люди живут как будто в своем мире, отдельно от остальной шумной столицы. Жильцы дома по старинке запасаются углем и дровами перед зимой, носят воду в ведрах. Тамара Георгиевна рассказывает, с этим домом у нее связана вся жизнь. Здесь она родилась в 1934 году. Здесь же на свет появились ее дети, затем внуки. Сегодня в доме почти все так, как было в 40-х и даже 70-х. Примерно с того же времени обитатели бараков готовятся к переезду. В 1964 году я вышла замуж. Нам сказали, вот здесь у нас огородики были. Нам сказали, огороды не садить, не белить, мы будем вас носить. В 1964 года. И вот мы все ждем, ждали, ждали, ждали. Почему на столько лет затянулся снос этих домов – вопрос открытый. К примеру, бараки на улице Чертыгашево, которые, к слову, на пару десятков лет моложе, давно снесли. А об этих двух строениях, зажатых между многоэтажками, как будто забыли. Даже коммунальщики, которые вот уже год здесь не появляются, мусор не вывозится, туалеты не чистятся. Жильцы с ужасом вспоминают минувшую зиму, когда стоки буквально заливали двор. Это же, похоже, ожидает и в этом году. Людям придется потерпеть. Напоследок. Так как, со слов подрядчика, переселение начнется ближе к осени 2014 года. К сожалению, так быстро расселить людей, такое количество людей, там почти около 40 квартир, не представляется возможность. Поэтому мы специально под этот проект запроектировали несколько подъездов в жилом, в нашем будущем доме по улице Торосова, 7, который сейчас вот уже строим. И в следующем году мы его будем сдавать во второй половине года. Разницы по площади между старым и новым практически не будет. В комнате добавится ванна и туалет. Многих это, понятное дело, не устраивает. Вот только выбор у людей небольшой. Переехать, хоть и в небольшую, но благоустроенную квартиру, или оставаться доживать в прогнившем бараке с почти вековой историей, которая в любом случае закончится уже скоро. Снос назначен на 2014 год. На месте бараков вырастут два 12-этажных жилых многоквартирных дома. Анна Ахпашева, Антон Новожилов, Вести, Хакассия. В Хакассии с 15 октября, как, впрочем, по всей стране, вступит в силу новый закон о постановке транспорта на учет в ГИБДД. Согласно норме, регистрировать машину можно в любом регионе, независимо от прописки. А еще после продажи авто владелец вправе сохранить старый госномер. При всем при этом время процесса регистрации должно сократиться в три раза. Константин Кравцов выяснил, что не все автомобилисты Хакассии рады новым удобствам. Понедельник, полдень в Абаканском МРЭО. Картина привычная. Десятки автомобилистов терпеливо томятся в очереди. Многие из них пришли ранним утром, чтобы оформить документы. Когда человек торопится, да, тогда нервничаешь. Потому что у меня дома маленький ребенок пришла, народу много. Мне что-то напрягает. Чем быстрее, тем лучше. Быстрее, свободнее время. Дорого. Новые правила регистрации авто, призванные, если уж не праздником стать, так хотя бы значительно сэкономить время и нервы водителей. Оформление станет короче аж в три раза. Процедура регистрации по-новому должна занять не больше часа. Итак, 15 минут в очереди. Прием документов, запросы и проверка сведений оператор должен успеть за 20 минут. Еще 20 на осмотр самого автомобиля. Плюс 10 минут, чтобы вынести решение. Оставшиеся 10 минут оформления регистрации. И вот, долгожданные номера у вас в руках. Впрочем, почему долгожданные? Прошел всего лишь час. Такая скорость в расчете на оптимизацию. Бумаг оформлять придется меньше. Остается одно основание для снятия с учета. Это когда автомобиль убывает за пределы Российской Федерации. В остальных случаях идет процедура изменения регистрационных данных. О собственнике в данном случае. И при этом не требуется получать транзитные номера. То есть машину можно продавать с установленными знаками. А в ГИБДД покупателю достаточно принести лишь договор купли-продажи. Впрочем, как раз этот факт вызывает опасения у некоторых автомобилистов. Купили машину вот в Москве, да? Приехали сюда ее ставить на учет. На этих номерах на московских. В ГАИ зашли, а они говорят, она в аресте. И все. И что, ты опять поедешь в Москву? Еще один повод для беспокойств на уже самих продавцов. Что, если покупатель в отведенные 10 дней не оформит машину на себя? Станет, например, виновником аварии? Тут разбирательства не обойдут и прежнего владельца. Чтобы не было конфликтных ситуаций. Почему мне пришло по почте уведомление о наличии штрафа и так далее. Брать обязательно копию договора купли-продажи транспортного средства. Тому, кто продает. Для того, чтобы, если вдруг такая конфликтная ситуация произошла, вы с этим договором к нам обращаетесь, и мы прекращаем регистрацию. Впрочем, оставить себе старый номер продавец может, написав заявление в ГИБДД. Ну а то, чему действительно обрадовались многие, оформлять машину можно в любом регионе, несмотря на прописку. Это вообще класс. Нормально. Лучше так делали бы. В любом регионе все равно адрес остается, где живешь. Это хорошо сделано вообще. К слову, на учет автомобиль встанет по адресу в паспорте. Так что от транспортного налога не сбежать. Насколько все же нововведения окажутся удобными на деле, станет понятно с 15 октября. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Студенты из Хакасии, скорее всего, не получат компенсацию на авиаперелет к месту учебы. В этом депутаты пока не видят необходимости. Такое заявление сделано в встрече с журналистами Владимир Штыгашев. Напомню, по инициативе правительства мера поддержки, казалось бы, всех студентов из Хакасии, обучающихся в других городах. Речь идет о бесплатном перелете к месту учебы и обратно раз в год. На это, по прогнозам спикера Верховного Совета, потребовалось бы около 4 миллионов бюджетных рублей. В принципе, как правило, либо это успешные люди, это, как правило, отличники, это медалисты, которые на Хакасии положили давно уже крест с момента получения этих регалий. И мы их еще будем поощрять, чтобы они дальше уезжали, может, за границу еще платить. Второе – это категория достаточно обеспеченных родителей, которые могут и на платной основе учить где угодно. По мнению депутатов, больше поддержки требуют местные студенты. В любом случае, вопрос будет обсуждаться завтра на сессии Верховного Совета. Ночной показ для любителей искусства. Впервые в Абакане в рамках лаборатории современной хакасской пьесы свой новый эскиз будущей постановки показал русский драматический театр. Почему набросок спектакля вошел в афишу и какие проблемы поднимает пьеса с неоднозначным названием «Великое переселение уродов» знает Юлия Константинова. Хорошо там, где нас нет. Для многих это аксиома, не требующая ни фактов, ни логического объяснения. Просто хорошо где-то там. Там даже солнце светит ярче. Возможно, это извечное желание рода человеческого искать более теплое место жизни подтолкнуло Николая Рудковского, белорусского драматурга, на создание пьесы. А главного режиссера русского драматического Евгения Ланцова привлекли и другие темы. Не понимаем друг друга, говоря на одном языке, мы не понимаем, о чем говорят, да, собеседник, будучи другой культуры, там, другого распредвидания или вообще другой информации, скажем так, человеческой. А проблема в этом у нас накопилось много внутри такой нетерпимости друг к другу. Вот это накопилось, это вот копится, 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 в конце концов, во что-то разряжается. Пусть лучше это разряжается в театре, нежели в живом, между людьми. Так называемый национальный вопрос сегодня стоит остро, как и проблемы непонимания, нерешенные вопросы миграции. Из Белоруссии в Польшу, Англию, Ирландию, Канаду, Россию, Индию, Арабские Эмираты. Миграция глобальная, масштабы которой в шокирующем названии постановки «Великое переселение уродов». Впрочем, у него есть вполне поэтичное объяснение в переводе с «польского урода», «красавица». Так что это слово в пьесе воспринимается неоднозначно, как неоднозначно воспринимается зрителям и сама постановка. Не думаю, что на большой сцене я бы пошла второй раз, допустим, это посмотреть. Я посмотрела, сделала какие-то выводы для себя. Какие-то моменты, конечно, задели меня очень сильно. Гомосексуализм, пропаганда, миграция. Темы нужные подняли, но надо развивать как-то или дожимать в сторону шока, или наоборот делать их более какими-то приглаженными, чтобы это совсем никого не шокировало, как сегодня там обсуждали после спектакля. Даст ли зритель путевку в жизни этому эскизу спектакля, будет известно в конце недели по окончании лаборатории современной хакасской пьесы. Юлия Константинова, Владислав Кустовой, «Твести Хакаси». Обманутые на Сахалине вахтовики из Хакасии продолжают прибывать домой. Им сулили золотые горы, а денег едва хватило на дорогу. С непосредственными участниками этой ситуации пообщался мой коллега Алексей Гончаренко. Все подробности этого разговора смотрите в рубрике «Интервью» сразу после «Вестей». А я с вами прощаюсь. Приятного вечера и до встречи.